Вашему вниманию сегодня я хочу предоставить разбор заданий контрольной работы номер 2, которая была вам предоставлена для самостоятельного выполнения в ходе изучения лекции номер 2. Сейчас я включу демонстрацию своего экрана. Так, теперь вам должен был стать виден мой экран. Итак, собственно, о заданиях. Ну, начнем с самого первого. В целом, вся структура заданий традиционно уже состояла из двух блоков. Первый блок включал в себя три задания развернутого типа. И второй блок – это тестовый блок, тесты с выбором варианта правильного ответа из десяти вопросов. Ну и, собственно, давайте же посмотрим, какие задания вам предлагалось решить. Первое задание было посвящено великим путешественникам, которые сделали достаточное количество открытий, знаний. И, в частности, была представлена для заполнения таблица, куда нужно было вписать имя путешественника или географа. А также вклад в географию, он был обозначен. То есть, по описанию вклада нужно было установить, что это за открыватель. Ну и, собственно, для успешного выполнения этого задания нужно знать как раз такую тему, как великие географические открытия – это основная тема, ну а также отдельные блоки вопросов по уже материкам, отдельно Африка, Австралия, то есть кто, какие люди, какие исследования проводили на материке. Это вот, на мой взгляд, главный принцип успеха выполнения такого типа заданий. Ну и, собственно, приступим к разбору. Первое – это «Открыл Америку, Саргасово море, Багамские острова Кубу и Гаити». Я более чем уверена, что многие из вас правильно справились, верно справились с этим заданием и легко смогли определить, что это Христофор Колумб. Ну, хотя бы по первой фразе, по первому очень существенному вкладу в географические открытия. Второй наш путешественник, он подтвердил его экспедиция, обойдя вокруг Земли, подтвердила ее шарообразность. Также получила доказательства, что материк Южная Америка на йоге имеет форму клина. Опять же, знание основных имен… Открыватели, путешественников, которые были на материке Южная Америка, ну а также знание номенклатуры, да, хорошее знание позволит легко определить, что это был Фернан Магеллан. По крайней мере, все помнят и, надеюсь, знают, что на юге, почти что на юге оконечность Южной Америки, имеется Магелланов пролив, который отделяет, собственно, саму Южную Америку от огненной земли. Третий путешественник, он также достаточно известен, открыл много островов в Тихом океане, выяснил основное положение новой земли, открыл большой барьерный риф, а также основное положение Австралии, открыл Гавайские острова и часть побережья Аляски. Ну, возможно, тоже было сложно по сравнению с первым, но, тем не менее, это всем известный, я более чем уверена, Джеймс Кук. Четвертый путешественник, он открыл в январе 1820 года Антарктибу. Опять же, это историческое событие, должны знать все, особенно те, кто готовится к Олимпиаде по географии. Вот, ну и в частности, здесь может быть две личности, то есть достаточно такой сложный, такой с подковыркой вопрос. Да, мы помним, что открытие принадлежало Антарктиде, Биллинсгаузену и Лазареву, однако открыть еще несколько островов, в частности в Атлантическом и Тихом океане, удалось только одному, и это был Фадей Фадеевич Биллинсгаузен. Так, пятый путешественник открыл ряд хребтов, котловин и озер в Кунь-Луне, Птеншане и на Тибетском Нагоре. Также исследовал Сурийский край, где собрал богатую орнитологическую коллекцию. Открыл множество видов растений и животных. Ну, вот здесь уже, конечно, вопрос достаточно посложнее, но, тем не менее, это был, опять же, более чем уверенно, что всем известный Николай Николаевич Пржевальский. И последний, уверена, что здесь вот как раз многие справились и легко установили личность. Прожив больше двух лет, больше года, извиняюсь, в Новой Зеландии, он не только открыл новые земли, но и научил также туземцев выращивать различные кукурузы, тыкву, бобы, плодовые деревья, а также изучал острова Ява, Соломоновый и достаточное время пробыл в материке Австралии. Это у нас Николай Николаевич Михлуха Маклай. Тоже уверена, что достаточно легко было справиться с этим заданием. Всего за задание можно было набрать максимально 6 баллов, то есть, соответственно, мы с вами видим, что по одному баллу за каждую верно установленную личность. Ну и вот, пожалуй, все. Единственное, на что хочу вот здесь обратить ваше внимание, что вот успешность выполнения таких заданий, она зависит, вот как я сказала, от тем, да, то есть от хорошего знания тем, великие географические открытия. Также вот задания могут быть вот в таком виде, когда дано описание вклада в географию определенной личности, и нужно ее установить. Также задание проще – это когда необходимо, например, установить соответствие между портретом и личностью. То есть в связи с этим нужно знать хорошо, как выглядели наши известные географы, первооткрыватели, те, кто сделал значительный вклад в географические открытия. Более того, уже уровнем сложнее задания, которые также могут быть примерно по теме открытий – это установить маршруты плаваний, экспедиций, опять же, различных деятелей. Ну вот, в частности, очень много подобных карт есть с маршрутами. То есть вот, пожалуйста, установите, где чей маршрут. Да, вот такие достаточно интересные задания могут быть. То есть тоже, опять же, географию, географию маршрутов, направления – это тоже нужно знать в этом блоке. Вот. Ну, а я подробно дальше останавливаться не буду, а перейду ко второму заданию. Второе задание было тоже такого же писательного типа. В частности, речь шла о каких-то природных явлениях, природных особенностях. В частности, было дано описание трех таких явлений. И задача была, опять же, по описанию установить название природного явления. Ну, и первое природное явление в качестве описания было сказано, что это одно из разрушительных природных явлений, которые сопровождаются человеческими жертвами, колоссальными материальными потерями. В переводе с испанского означает «младенец мальчика». Названо потому, что нередко приходится на Рождество. Также этот младенец приносит в собой подлинное бедствие. У побережья Эквадора и Перу резко на 7-12 градусов повышается температура воды. Исчезает рыба, гибнут птицы, начинаются затяжные дожди. Ну, и также сказано о том, что есть у местных жителей легенды о этом явлении, а также, что они наблюдались уже достаточно длительное время. Ну, и в частности, по описанию, это у нас такое природное явление, как ильниньо. За этот верный ответ вы бы могли получить 2 балла. Вот, опять же, если вот по описанию вам сложно было установить, что заявление это исключительно свидетельствует о том, что вы о нем не знали, потому что те, кто знает, сразу же легко смогли установить само явление. Ну, а я, в свою очередь, хочу вам показать небольшой видеоролик как раз о этом природном явлении ильниньо. Вот, опять же. Итак, вот. Ну и, собственно, сейчас видео покажу. То есть вы сможете его также самостоятельно найти в интернете, этот видеоролик. Ну, в частности, вот оно, рассказ. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Ну, вот такой видеоролик был с сюжетом о этом природном явлении. Очень много таких роликов, которые, опять же, я вам очень рекомендую посмотреть дополнительно. Вот. Это явление тоже достаточно известное. Носит оно название «Парарарока». Опять же, за правильно установленное явление вы бы получили два балла. И также предлагаю посмотреть небольшой сюжет о Парароке. Парарарока. Парарарока – явление, характерное для устья Амазонки. Как же образуется Парарарока. Во время прилива. Во время прилива вода из Атлантического океана проходит через устья Амазонки и движется по руслу, заставляя речную воду поворачивать вспять. На мелководье, стиснутая узкими берегами, приливная волна поднимается необычно высоко и движется с большой скоростью. В результате образуется волна высотой около 7 метров и шириной около 2 километров, несущаяся по реке со скоростью до 40 километров в час, сметая все на своем пути. Это и есть Парарока. Субтитры создавал DimaTorzok Так, предлагаю продолжить. Немного подкачала интернет и чуть-чуть окончание видео сюжета мы не досмотрели. Предлагаю это и сделать. Грохот движущейся воды слышен на расстоянии 30-40 километров. Само слово Парарока в переводе с языка индейца в тупе означает «гремящая вода». Ну вот такой видеосюжет о Парароке мы с вами посмотрели. Опять же, рекомендую дополнительно еще посмотреть информацию. Есть много очень интересных вещей. В частности, когда наблюдается это явление. На Амазонке любят устраивать соревнования по виндсерфингу, просто серфингу. То есть рекомендую почитать. Очень интересно. Третье явление, о котором шло речь, это очень достаточно простое природное явление. Уверена, что все справились с вопросом и легко его определили. Но тем не менее, описание его гласит следующим образом. Здесь только одно некоторое время и пленяло взор, и приводило плавающих в восторг. Разноцветные радужные огни эти, мгновенно появившись белым столбом из-под горизонта на южной стороне, потом сразу же, переливаясь из цвета в свет, перебегая с места на место в миг, покрывая весь горизонт, и мгновенно исчезали, чтобы опять появиться снова, но уже в ином виде. Таким превосходным зрелищем мы наслаждались со 2 по 7 марта. Мореходы утверждали, что скитаясь по другим морям, ничего подобного не видели. Потом снова все погружалось во мрак, облака, тучи и снег. Уверена, что вы легко установили, что это полярное сияние, причем, что я бы добавила, что это южное полярное сияние. В частности, данное описание было взято из личных дневников одного из членов экспедиции Белинсгаузена и Лазарева. Если кто-то не знает, как выглядит полярное сияние, тоже предлагаю небольшой ролик. Действительно, очень красочное такое явление. Опять же, рекомендую подробно почитать о природе его происхождения, потому что было несколько вопросов о том, как что его порождает, и почему такие различные цвета, где оно может наблюдаться, это полярное сияние, и в какие периоды времени его можно видеть. Вот таким образом. Это о полярном сиянии. И третье задание, к которому мы переходим, оно уже было, конечно же, достаточно трудоемкое, в частности, потому что необходимо было выполнить определенные расчеты математические. В частности, в задании была представлена таблица, содержащая информацию о таких государствах, как Австралийский союз, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия и ЮАР. В частности, нужно было установить соответствие между строчкой и страной, которой эта строчка соответствует. Но установить не просто, а при этом сделать определенные расчеты. В частности, нужно было посчитать площадь и население. Для удобства я перейду сейчас в эксельскую таблицу, где я заранее заготовила сам макет задания и покажу, собственно, что я делала. Ну, в частности, была дана, опять же, вот такая таблица. Были даны следующие сведения. Это плотность населения, численность мужского населения, женского, ожидаемой продолжительной жизни и грамотность населения. Ну, естественно, что если мы сложим мужское население и женское, то мы получим общую численность населения государства. Так ведь? Ну, и, соответственно, аналогичный алгоритм я проделываю для всех пяти стран. Это первое вычисление, которое нужно было сделать. Я понимаю, что у вас, возможно, не было под рукой такой возможности, но при этом, используя обычный калькулятор, я думаю, что вы легко могли посчитать. И теперь остается рассчитать плотность, площадь. Мы помним, пользуясь теми данными, которые есть, а у нас есть в частности плотность населения и общая численность населения и плотность. Имея эти два показателя, мы можем рассчитать площадь. Мы помним формулу плотности населения, которая нам показывает отношение площади страны на численность населения, извиняюсь, наоборот, численности на площадь. Соответственно, выразив из этой формулы площадь, мы должны наше население разделить на плотность. И получаем нашу плотность. Соответственно, опять же, аналогичные действия я проделываю и для всех остальных стран. Ну и таким образом у нас таблица по показателям полностью заполнена, нам остается только установить соответствие. Возможно, соответствие строчек странам. Возможно, многие из вас уже буквально, хотя бы увидев показатель плотности населения, можно было установить, что это у нас Россия. Ну, а также Россию выдавала ее плотность, да, 17 миллионов квадратных километров, и ее население 146, да, и 6 тысяч человек. Извиняюсь, миллионов человек. Вот. Следующая страна, ну вот я сейчас пойду так же буду рассуждать, вот, методом исключения. Я вот легко вижу, что вот это должна быть объединенная Арабская Эмирата. Почему? Потому что, во-первых, высокая плотность, во-вторых, очень существенное преобладание мужского населения над женским, ну, а также я еще обращаю внимание на продолжительность жизни и на грамотность. Хотя вот колонка грамотность особо мало о чем говорит, потому что вот, в частности, видите, да, что показатели практически все приблизительно одинаковые. Ну, вот только есть какая-то очень-очень грамотная страна, и я ее вычисляю по ее плотности. 7 и 6 – это у нас плотность материка Австралия, соответственно, страна, там у нас Австралийский союз. Ну, и из оставшихся стран осталась Бразилия, ЮАР. Опять же, Бразилию, например, легко можно идентифицировать по ее численности населения. Это у нас Бразилия, да, страна, которая входит в топ-10 стран по, по, извиняюсь, по населению. Вот, ну, и в остатке мы имеем Южноафриканскую республику, да, страну с, опять же, относительно высокой плотностью населения. Однако, обратите внимание, у нее, ее что выдает, это ожидаемое продолжительное усилие для самой низкой всех этих стран. Вот, вот такое было задание. Я думаю, что в целом вы легко, опять же, кто кропотливо проделал все вычисления, смог с ним справиться. При этом, смотрите, за каждую верно установленную страну вы могли получить по одному баллу, итого 5 баллов. За верно посчитанный показатель площади страны по 0,5 баллов и также за численность населения по 0,5 баллов. Итого, суммарно за данное задание можно было получить до 12 баллов. Ну, и осталось нам только разобрать тестовые задания. Они были достаточно простые, но, тем не менее, опять же, целиком и полностью построены на теме, которые разбирались во втором блоке. Это Африка, Австралия, Южная Америка и Антарктида, да, то есть южные материки. Ну, и, в частности, мыс Аль-Мадий, мыс Расхафун – это крайние точки Африки. Для того, чтобы, опять же, верно ответить на данный вопрос, нужно знать крайние точки всех материков. Самый сухой материк – это у нас Австралия. Африку с Евразией соединяет у нас Суэцкий перешек. Из первых мореплавателей первым обогнул Южную Америку, извиняюсь, Южную Африку, иначе бы был другой человек, а Южную Африку первым обогнул Баска-де-Гану. Самая сухая область Африки – это Сахара. Почему все глубокие озера расположены в Восточной Африке? Да, потому что здесь проходит зона разлома в земной коре. Заросли сухих кустарников в Австралии называют скреп. Опять же, смотрите, это все топонимы, да, местные названия, характерные для того или иного материка. Тоже, опять же, нужно знать, что называют, что имеется в виду под словом сельва, что такое кебрач, что такое вати и так далее. Есть, соответственно, географические словари, где это все описано. Бельвича в естественных условиях произрастает в Африке. Тоже достаточно известный такой цветок с огромными листьями. Только знание его позволит верно ответить на такой вопрос. Какая из пустынь находится в Африке? Ну, опять же, знание номенклатуры позволит нам установить, что это номенк. Так как Атакама у нас находится в Южной Америке, Гобби в Евразии, Большая песчаная, это у нас австралийская пустыня. И нужно было указать в последнем вопросе отличительную черту Индийского океана. Его посередине пересекает экватор. Нет, это не так. Здесь, да, я рекомендую рассуждать исключительно логически, да, и методом исключения устанавливать верный ответ. Он, большей частью, расположен в северном полушарии. Ну, тоже неверно. На севере он намывает Африку. Ну, нет ни разу, да. Африку, океан намывает с востока. И он, большей частью, расположен в южном полушарии, да, это так. За каждый вопрос тестовый вы получали по одному баллу, у того максимальное количество баллов – это 10. На этом разбор заданий закончен. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете мне их адресовать в личные сообщения через платформу Moodle. Я с удовольствием отвечу, поделюсь информацией, а также источниками информации, где вы можете дополнительно почитать о том или ином географическом вопросе, который вас интересует. На этом всех благодарю. Всего доброго.